Субтитры делал DimaTorzok Ай-яй-яй-яй! А кто это? А кто это здесь? Ай-яй-яй! Больно! Ай, больно! Вы что, мне по ноге удали? Я хочу войти! Ай! Ай-яй-яй-яй! Вы что делаете? Кирилли, блядь! Вы скоро вот так будете? Вы скоро срать в пакеты будете, блядь! И выкидывать в окно, ребята! У нас к вам претензий нет. Нам надо понять. Нам надо понять, почему вчера. Мам, пожалуйста. Э, дмутрируй вам. За то, что они выплатили камеру, конечно. В смысле жесткую не хочешь? Ну там какие. На чьей стороне? Разбои и так далее. Почему? Это же чья-то мама. Понимаете? Как говорят армяне. И чья, мы уже знаем. Он приходил сюда и так намекнул, это же моя мама. То есть, если это его мама, значит, я должен был ей все простить. И она должна была пить мою жену. И я должен быть спасибо большое, сука. Ты расскажи, что случилось мы, кстати, в прямом усилии, между прочим. Тут Борис Иванов, ребят, тут все. Короче, репортаж делаем, да? Я уже одобрился. У моей жены последствий каких-то тяжелых не было, поэтому я нормально. Руки горят. Ей выламывали руки, причем это здоровая баба. Вот как и называлось, жирная здоровая баба. Бабища. Я тощий дрищ, который уже давно спортом не занимается. Мне было тяжело с ней справиться, а именно я ее отталкивал просто от Насти, чтобы она ее не душила. Она ее душила и забрала камеру. И другая женщина тоже мешала. То есть это женщина. Может быть, я ее кому-нибудь мужику бы вдарил, да? А как женщина-то? Я даже не знаю. То есть конфликт получился из-за того, что вы хотели зафиксировать отказы, да? Да. Мы просто не понимали, кто отключил ему свет. Я у него интервью взял. Мы все зафиксировали. И мы хотели разобрать, кто все-таки. Габу, жилищник это или хулиганы какие-то? Мы не знали. Поэтому мы начали звонить. В МОСЭНЕРГО звонили, в жилищник звонили, в аварийку звонили. В итоге никто ничего не знает. Приезжал мастер вчера тоже, который должен был включить свет. Но он почему-то не включил его. Он позвонил МОСЭНЕРГО, МОСЭНЕРГО перевели на жилищник. Они сказали, моя тетя слышала, они сказали в телефон ему, что не подключай, ничего, уходи оттуда. Просто не подключай все. Он не заслужил. Ну офигеть, ничего себе. Он залысен, а значит он не имеет права. И поэтому мы все-таки позвонили в диспетчер, сказали, а кто должен прийти, как нам найти, кто не хочет к нам приезжать, на свет подключать. И они сказали, это вот по этому адресу, 18 корпусами. Мы здесь недалеко были. А, юных панфиловцев. Юных ленинцев, 18 корпусами. Ну то же самое. Это к Орлу. Нет, панфиловцы были позже. Ну я понял, да. То есть вы зашли все-таки. Да, мы зашли сюда и просто я ей сказал прямо на камеру, женщина, у меня к вам нет претензий абсолютно. Я ей несколько раз сказал, чтобы она не злила, она психовать начала. И это на камеру записано было. К вам нет претензий, просто скажите, где нам искать концы. Все, она начала придуряться, я вообще ничего не знаю, ничего не знаю. И в это время слышу там кипиш, поворачиваюсь, она нас сзади снимала. Мы были в кабинете, она с коридора, так, чтобы никому не мешать. Поворачиваюсь, а эта курица толстая, сука, тварь, жирно ее душит. Другая что-то выхватывает ее. Это пытается как-то там выгости, вот эту вот маленькую девочку. Естественно, я ворвался, начал Наску отрывать, я не могу, потому что она сильная, сука, она сильнее меня, наверное, я не знаю. Не могу, я ее в итоге взял руку вот так и начал вытаскивать. Она взяла своей огромной рукой на спину руку, там камера была, вот так вот в ее руке, а камеру Настя пыталась забрать. Короче, там такой кипиш был. И по одному пальцу вот так вот еле вытащил камеру. И где эти дикие люди? Вот здесь находятся? А они бухие, мы когда заходили, у них тарелки, столы, все, они бухали, у них праздник сегодня. И, наверное, на щах на этих они разошлись и давай нападать. Так мы уже ладно, где Настя убегает. Настя убегает, Романа тоже вытолкал, все убегаем, и они все равно догоняли и били. Вот как в Серкенсе, прикиньте. То есть такие же ублюдки? Там мужики сильные, большие, а здесь бабы. Поймем покажешь. В итоге нас и мужики опустили, а сейчас еще и бабы нас опустили. Поймем покажешь. Зачморили, опустили и сбили. В последнее время у тебя какие-то одни замесы. Я в шоке. Я уже настолько предельно вежлив. Вот я видео покажу, я предельно вежлив был. Прямо просил ее, успокойтесь, к вам нет претензий. Несколько раз я ей говорил. Не помогает ничего. Кстати, это не первый случай с этим ГБУ жилищник-текстильщики. И пьяные люди, и тут нахер посылали. Уже, да. Они знаменитые, что ли? Они не будут открывать, они только полиции будут открывать. Они даже полицию не хотели впускать. А впустили в итоге? Да. Они говорят, не впущу, потому что с вами эти. Так, а когда у них часы работы? Закрыто все. Ну, может, позвонить надо? Давай. Ну, кажется, полна мать. Слушаю вас. Здравствуйте, я сотрудник. Можете впустить меня. А камера для чего? Это нужно следственные действия провести. Сотрудник чего вы? Сотрудник СМИ Росдержава. Еще раз, сотрудник что? СМИ Росдержава. Давайте я на месте вам все объясню. А я вас не могу пустить. Как-то вы сотрудника не пускаете? Вы что? Ребята, вот вы имеете на диплом на русский, да? Так, возможно. Ну, чем вы занимаетесь? Вы или над старыми пожилыми тетками, которые отношения к вашей проблеме не имеют, издеваетесь? Над преступницами, старыми и пожилыми, неважно какими. Преступники должны сидеть в тюрьме. В тюрьме должны сидеть преступники. На зону! На зону! На зону! На зоне будете рассказывать, какие вы пожилые и старые. Офигеться, ребят. Это тут кто-то еще стоит, что-то там. Звуки какие-то. Вон они, походу. А, это ихний этаж? Походу, да. Туки-туки. Это вы там скрываетесь, да? А, преступники? Бандиты! Это вы? Выдайте нам это, жирную. Или, ой, то есть толстую. Толстого человека выдайте нам. Паш, а это вот их окна, да? Да, окна. Да. Я ее отсоединяю, она вцепилась в нее. Я только Настю отойду, а она опять в нее вцепится. Причем не в меня, а в нее. А, ничего даже так. Да, они не отпускали нас, мы хотели убежать. Они реально драться хотели. И в какой-то даже момент одна из них взяла и леща дала Настике прямо по лицу. Офигеть. Даже чуть-чуть и след остался. Ну, это надо тогда снимать и ехать. Да, мы будем снимать, конечно, не знаю, что-то там будет или нет. А я смотрю, ты людям помогаешь, типа, кто тебе пишет, да? Ну, да, человек обратился. Причем, я так понял, он как-то нахрапом обратился. Потому что он и мне написал, и Коле Сидникову написал, еще кому-то. Он в чат написал Люди Движения, поэтому вступайте в наш чат Люди Движения. С мозгом как-то подошел, так пришлось, но я думал, мне для другого канала, я там как раз с недвижимостью занимаюсь, коммунальные услуги, все такое. Думаю, полезно будет человеку помочь и себе контракт делать. У меня он пришел, ну, теперь на оба канала. Нормальный, в общем, и теперь, да, на все каналы попадет. Что вам сказали там? Ну, ладно. К маме приехали? Да. Классно. Вы тоже к маме приехали? Да. Вот, вот, мама этих детей бьет девочек. Причем, несколько человек нападают, бьет женщину простую, которая, кстати, меньше тебя даже, представляешь? И вот, вполне возможно, твоя мама с другими подружками, бухие, пьяные, напали и избили девочку. Ну, и что такое говорить? А я у меня на видео записано. Что же вы? Вон там полицейский стоит. А если у меня на видео записано, и посмотришь потом свою маму. Давайте посмотри. Классно будет? Да. Или все равно будешь оправдывать? Нет. Вот представляешь, на тебя сейчас две большие тетки нападут и будут забирать у тебя гаджет. Классно будет? Скорее всего, такого не произойдет. Почему? Они тоже так думали. Потому что они там сидят, они не могут идти. Все, кто на это способен, они там за окнами сидят. Вот я тоже так думаю. Я надеюсь, таких людей больше не будет. Ни здесь, нигде, в другом месте. Она, конечно же, дома расскажет, домой придет. Нет, это провокаторы. А я, сука, на видео покажу, как я несколько раз ей говорил. Успокойтесь, к вам нет претензий. Успокойтесь. Давайте просто скажите, и все. Вот, 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 вот таких сотрудников. Ничего ей не поможет. Кстати, Паша, один вопросик. Полицейская ее установила личность? Да, но мы попросили, чтобы пройти туда внутрь с ними. Я прям указал, вот, вот эти люди нападали. Вот здесь нападали, вот здесь. А почему их не задержали? Я попросил установить личность и привлечь к ответственности. А не задержали их? Не задержали, я не знаю, они так решили. А вы участковый, да? По 125 или еще что-то. А почему не задержали людей там? Которые совершили данное правонарушение, правильно? Возможно, преступление. Возможно, преступление. Сначала что делается? Проверить материал? Сейчас я вот и людей опрошу, что, как, зачем судя... А так они их убегут? Да, не убегут. А с чего взяли? Данные, фамилии, не уйти, где живут и так далее, уже все взяли. А если они не скроются от следствия суда? Мы специально при вас были. Я помню, разделились. Сотрудники зашли туда, люди отработали. Все данные взяли. Кто, зачем, почему, откуда, как с ними связаться, где их найти и где их, если что, откуда доставить. Все это взяли. Я просто думаю, в Серканце они задержали тогда 6, и этот же вечер отпустили. Поэтому, что задержали, что не задержали, без разницы, все равно впустят, если захотят, да? Ответь на один вопрос. Если они в состоянии алкогольного пьянения, преступления совершили, это будет установлено? А, зайдет. Хорошо, привлекай. Все. Хорошо, тогда мы отойдем, не будем вам мешать, действительно. Нужно, чтобы они открылись хотя бы, а то учреждение государственное, рабочее время. Пойдем. Постучим. Может, не слышно? Он загнул. Он смотрит в щелку. Аж голуби летели. Пока не откроет, будем звонить. Подглядывай. Трус скидывай. Открывайте, подлые трусы. Не, ну, ребят, вот это точно нельзя оставлять просто так, да? Сейчас мы будем настойчиво просить нам открыть дверь. Молодые люди, пожалуйста, не звоните больше. Будем звонить. На каком основании? Хочу. Некрасиво разговаривать. Ничего страшного. Некрасиво людей сбивать. Вас никто не избивал, во-первых. Ага. Еще вы меня избивали. Давайте избейте, выйдите. Молодой человек, вы разговариваете очень хорошо. Да я разберусь, как мне разговаривать. Дверь откройте. Вот как раз снимайте то, что вы говорите. Откройте дверь. Открывать дверь мы вам не имеем права. Открывай дверь. Да. Быстро. До свидания. Дверь. Завязывайте бухать. Сейчас я думаю, как ее отключить, наверное. Молодой человек, вы снимать будете только с участковым. Открывать в данный момент мы вам не будем. Не имеем права. А вы неадекватно себя ведете. Открывайте. Ты неадекватно себя ведешь. Я неадекватно. А вы же решили зайти в ГБУ жилищник. Да, я неадекват. Ну что, нормально люди в ГБУ жилищник не ходят. Ты что, Паш? Я же неадекват. Так как мы журналисты, мы хотим сделать опрос этих граждан, которые занимаются явно не своими служебными обязанностями. А, возможно, преступной деятельностью. Да. Возможно, отключает людям свет. Люди, находящиеся за этой дверью, бухают на рабочем месте. Людей сбивают. Пытаются похитить имущество, нажиться на этом. Молодой человек, представьте, пожалуйста. Нет. Если сломаете видеосвязь, мы найдем концы, вы будете оплачивать. Концы вы найдете? Я вообще женатый человек, вы что говорите? Какие концы вы найдете? Молодой человек. Вы концы дома будете искать? Вы находитесь... Где я нахожусь? В общественном месте. Хорошо. И, пожалуйста, разговаривайте и ведите себя прилично. Если еще раз... А я что не прилично? Да я наберу. Я наберу. Выбирайте, будете его чинить. Потому что это очень дорогая вещь. До свидания. А что с ней произойдет-то? Стойте. Вы кто вообще? Вы хозяйка домофона, что ли? Все. Все, что ли? Нельзя было нажимать на кнопку. Нельзя, да? А для чего она нужна? А я думал, это не для граждан кнопка. Да. О, да ладно. Я думал, кто-то хочет выйти. Кого-то не упускают. Ну что, ребят, на самом деле... Ну кто там выйдет? А, кто-то подлый трус отрубил домофончик тут, да? Ну вот что они с... Выходи. Кнопку отключили, ребята. Да у нас есть руки-ноги, вы не волнуйтесь. У нас все есть. Открывайте! Что такое полицейский? Чтобы нам открыли, они отключили номофон. Смотрите. Единая диспетчерская служба есть? Они отключили. Единая диспетчерская служба. Вот номер есть? Какой номер? Вот, перед вами. А у меня нет телефона. О, смотри. Так, это кто это тут у нас? Это вы избиваете людей, да? Или кто-нибудь из вас? А, скребите? Это вы себе ведете? Сейчас звоню вашему руководству СМИ. Да, да, да. Звоните, звоните. Возьмите, что Москвы. И вся жизнь за это. Что? За что за это? Часто секунду, мы за это. То, что вы можете снимать, это вам не дает права вести себя некультурно и пытаться войти в помещение, которое для вас не предусмотрено. Да ладно, а для кого это? Не для граждан, что ли? Гражданин. Так, что такое? Что такое, полицейский? Что? Участковый почистительный. Скажите, пожалуйста. Что? Телефон есть? Единый. Есть. Нет диспетчерская. Позвоните, пожалуйста. Я хочу туда попасть. Это учреждение государственное. Соответственно, кормитесь и на мои налоги, и для граждан. У меня есть к ним вопрос, несколько заявлений. Вот и правильно. Я хочу туда попасть. Меня не открывают, тут нет. Слушайте, я стучусь в дверь, чтобы мне открыли. И пожалуйтесь на данных граждан. А стучать? Вот, извините, люди выходят, говорят, что за нарушение. Откуда? Вот житель данного дома стоит. И просит меня, чтобы вы не стучали. В этом доме? Да, я датил, что вы стучите. Расскажите, пожалуйста, запрещено, что ли, стучить? Запрещено? Кто-то стучит, а может ломится. Человек подходит, зачем? Ну, я стучу, чтобы вы отец. Вот, вам сказали, вы разобрались, все. Не стучите. Хорошо, я разберусь. Спасибо. Мы без вас разберемся, что нам делать. Стучать нам или нет. Вы там опрашивали человека? Вы там опрашивали граждану, что мы, как бы, не бандиты, да? Кто вам обратился? Я объясню. Вот идите объяснять, а к нам, как бы, не приставайте. Не ломиться. Что значит ломиться? А напишите на них. Скажите определение этого слова. Что значит ломиться? Не ломиться. Что это значит? Не стучать, не пытаться проникнуть внутрь. Если вам не открывают. Почему? Там не работает звонок, я буду стучать. Напишите на них жалобу. Если вам, если вам, наши действия, напишите в нашу организацию жалобу. В нашу организацию пишите. То есть вы, если сейчас вы будете, вам будут не открывать так же, да? Я подозреваю, что звонок, так как не работает, вы тоже будете стучать. То есть нам на вас писать жалобу или что? Или нам вызывать полицию, он ломится тут или что? Ну вот по вашей логике что, получается, стучать в дверь противозаконно или что? Если данная организация не открывает, есть домофон. Не открывает. Нет домофон. Люди, знаете, что находятся внутри и специально вас игнорируют. Да. Вы, что еще макоусы напишите, жаловатся, что в такое-такое-то время, в такого числа, в рабочее время люди нас игнорируют. Зачем? Я не хочу. А пока их накажут? Я не хочу. Я хочу весь день долбиться, чтобы у них уши отсохли там. Зачем? Ни хрена себе, они тут людей избивают. Я с ним буду цацкаться, жалобы писать. На хрена мне это надо? Если они сделали противоправные действия в отношении других граждан, другие граждане написали заявление, что в отношении них противоправные действия. Написали заявление, это понятно. Я вам прошу. Это уже ваша работа, что там с заявлением, что без заявлений. Хорошо. Есть звонок, есть единый диспетчерский служб. Вы попросили, мы вас услышали. Все, хорошо. Ничего противозаконного, стуча в дверь мы не делаем? На данный момент нет. Хорошо. На данный момент нет. Нет, стуча в дверь мы не делаем? Я вам прошу, чтобы дальнейшим что-либо это не перерастало. Так это ни во что не перерастет, кроме как стучание в дверь, пока она меня откроет. Я не могу знать. Поэтому я изначально к вам подошел и спросил, что вы делаете и для чего. И попросил вас перерастать. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо. Что, Борис, никак? Не, никак. Я боюсь, что я кулак просто отобью. Уже болит. Ну, давай пока передохнем чуть попозже. Да, он же сказал в дверь не долбиться. Надо подолбиться в окно. Слышь, ты гений. Постучись. Не долбись, а постучись. А там, надеюсь, все слышит. Ладно, заперли. Открывайте, бандиты! Не открывают, короче. Ну, давай попозже. Дойдем, пойдем. Ну, что, скажи мне. Как вообще? Как тебе такая вот фигня? Как мне, но это полная какая-то дичь. Я не знаю. На самом деле, графика работы здесь нет. Но я так предполагаю, что любой гражданин в течение до 8 часов, насколько я знаю, работает в ЖКХ и всякие. Может зайти туда, что-нибудь написать. Обращение, жалобу. А тут мы не можем войти. Я не знаю. Ну, расскажи своими словами, что же здесь произошло. Пашку мы уже послушали. Меня зовут Роман. Нам незаконно отключили свет. Ну, мне незаконно отключили свет. Вот. И пришли разобираться. Одно, что нас послала МОСЭнерго сюда. Потом мы звонили. За забор, как эта фигня называется? Щепли, засними. Вон, тех вот типов трутся. Пальцем что-то показывает. Походу, это эти работники там собираются. Все, лица снял. Так, ну и что дальше? Ну, позвонили и туда, и туда. Вот. Ну, в эту компанию позвонили, которая предоставляет нам услуги. Вот. Чтобы приехали мастера и подключили. Они сказали, приходите сюда и оформляйте заявку. Мы пришли. Нас отсюда выгнали. С кулаками. Настю, это жену Паша, начали душить и камеру отнимать. А с чем это связано? То есть вы пришли разбираться по поводу подключения? По поводу отключения света незаконно. Пришли какие-то люди, все началось... Законно не оплачивает, уважаемые. Уважаемые, у меня все оплачено. В Мостэнерго позвонить перед вами? Они скажут вам, что у меня все оплачено, никаких этих нет. А вы кто вообще? Я? Да. Работник. О, давайте вы нам всем скажете. А что вам сказать? Давайте. Скажите. Вот давайте мне скажите, вот почему у меня света нет дома. У меня оплачено все. Какие-то мужики пришли и света отключили. Может, вандалы какие? Вандалы, а я звонил, окей, что не подключают? У вас не оплата? Нет, у нас не оплата. А что у вас? Просто отключили. Вовремя надо платить. За чего платить? Оплачено все. За коммунальный обслуживатель. Вам чек предоставить? Только удостоверение предоставьте. Теперь, а, вот даже как. Да, я не знаю, кто вы. У вас не уплата, значит. Какая не уплата? Элементарно. Вам позвонить сейчас в МусЭнерго? Ну, значит, вы оплатили. Человек уже разобрался, видишь? Человек уже разобрался, все нормально. У тебя ты не оплатил. У вас много такого быдла? Подожди. У него вообще ширинка расстегнута. Ты что-то с ним разговариваешь? Во-первых, какого быдла? Ширинка? Да. У меня мать больная. Свет отключили. Уже два дня. Вот сейчас второй день. Что? Другой вопрос, что он пришел сюда, обратился, и тут какие-то пьяные бабищи напали, девушку избили и вообще хотели ограбить, да? Напали на меня. А зачем она заходит сюда? В смысле? Заявки подавать. А здесь не подают заявки? Да ладно, а мне сказали подают. Не здесь. Не здесь, уважаемый. Ну, то есть, короче, можно избить, да? Сейчас идет колл-цент. Уважаемый, адрес этот назвали. А, то есть, можно избить, да? Можно избить, если вот прийти сюда. Да, если вы ворвётесь ко мне, и я вас изобью. Нормально. Это нормально. Куда к вам? Домой? А если я ворвусь, вы меня изобьёте? Домой? А вы ко мне не пройдёте, там дверь. А если вы сюда ворвётесь, я тоже вас изобью, нормально будет? А где граница? А вот где там граница? Вот элементарь. Да нет у этих границ. Там дверь открыта была, уважаемый. Дверь закрыта. Дверь была открыта, это записано на видео. Нет, и она не про что не говорит садом. статус юных ленинцев сейчас, подождите, юных ленинцев дом да, 18, корпус 1 все, я понял, то есть если у нас есть проблемы сейчас, то мы должны туда сходить, правильно? да, нам можно туда дойти, дверь до 20 часов там открытая они сегодня работают? они работают круглосуточно ну, первый подъезд хотя бы тут открыто да, да заходим? девочки, мальчики, здравствуйте здравствуйте а кому можно... диспетчерская нам нужна аварийная служба кому можно пройти? вам электрик нужен да, желательно здравствуйте 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 вообще должна быть закрыта а это вы приходили и свет отрубали, или нет? я бы с удовольствием отрубил если бы был электрик без закона нас вообще-то не отрубают молодой человек без закона без актов без всего так понять без актов, без всего без суда просто взять, прийти и отключить это нормально, да? с вашего это не ко мне а чё вы тогда говорите? это не ко мне а чё вы там возникаете? чё проблемы мне интересно у вас не уплата у вас не уплата нет у нас не уплата покажи документы об уплаченной у тебя же есть в итоге вот за май я даже вперёд оплатил когда поднадавили давай я там я затру там данные если будут личные я затру личные там брата просто чек я вижу, да, что вот это было только начало мая я думал, что где-то в середине или в конце оплачиваю а мне пришлось уже раньше и то они уже 0,40 копеек начислили с какого-то перехода ты слышишь? ты не оплачиваешь ты во всём виноват ты можешь прийти сюда тебя могут избить отрубить тебе свет без решения суда то, что ты не оплатил это они решили сами видишь-ка это ты во всём виноват да, да, да чтобы я это и не возмущался да, да, да классика жанра вообще юных леницев 18 корпус 1 я вот даже вот сделаю всё вот если такие вот гражданины будут здесь работать они больше работать здесь не будут всё сделают каждый день будешь ходить уважаемый кто-нибудь найдётся нормальный нас молодых много кто? если вы так хамите с гражданами вы здесь так с гражданами хамите конечно у вас мать есть? умерла умерла? соболезную а у меня ещё есть я не хочу чтобы никто умерла я поздравляю вас поздравляю что мама есть хорошо спасибо я рад за вас а ещё я рад буду есть мне съезд берегите маму а бухать у вас тут нормально на работе? как поднимите? ну бухать ну бухают как? употребление алкогольным напитком? да не про вас речь бухать нормально у вас дуньте дуньте вон возьмите трубочку поднимите дуньте что вы решили? с того что люди бухают там за столом там да вы что да вы что это не первый случай кстати не первый случай кстати вот почему на ней накинулись потому что на кого накинулись? на ребят накинулись дети дамы они наверное приставали и к девочке приставали извините там такая комплекция один к четырёх девочка в 4 раза менее я работник Жека я вовремя оплачиваю вовремя смотри работник Жека вы сейчас работаете? на работе сейчас находитесь? А вы? Я да. А че вы занимаетесь? Балду пинаю. Вот и я тоже пинаю. Вот видите как. Вот собственно и ответ на твой вопрос, как они работают. На рабочем месте, да? Вместе вы выходной. А, так вы сказали, вы на работе? Сегодня че у нас, дорогой мой? Суббота. Человек в субботу не работает, да? Конечно. И воды нет в субботу. Правда они работают? Они думают, что дальше придумать, что чесать, пока ты их хочешь ответить. Вот мы пришли к дежурному и аварийке заявку делали, потому что нам сказали прийти сюда и сделать. А че вы же разбирайтесь, идите. Вот скажите, че они работают. А тогда не задавайте вопрос. Вы наверное напали. Напали? Правда? Вы ворвались. Нет, это вы были, я думаю. Уверяете? Я думаю. Вы уверяете. Нет, говорите, я не буду. Ну я не знаю, что. Ну нормально, если это государство, это пехно, он ворвался, его привлекать надо, правильно? Его должны привлечь, по идее. Да. Значит привлекут. Кого-то, я слышал, кого-то укусили. Никого не укусили. Кого не укусили. Слушайте. Меня не кусали. Меня тоже. Меня нет. Слушайте, а государственный объект это чей? Ну дорогой мой. Знаешь, что я тебе скажу? Приходите в ЖЭ. И че там делать? И поработать. Зачем? Ну вы же такие себе правители. Слушайте, я пришел в ЖЭК. Вы же все правили. Вот мы и хотим прийти в ЖЭК и поработать. Там есть домофон. Позвонили. К окошку подойдут, с вами пообщают. Зачем в него звонить? Есть дверь открыта. Диспетчер не отключает свет. Она ничего не делает. Пойдемте посмотрим, как домофон работает. Домофон работает, да? Пойдемте посмотрим. Ну пойдемте посмотрим. Ну зачем? Алло. А что, укусили что ли, Ольгу? Отказали. Бля. А кто укусил? Раз у нас в юр отдел беру жиличка. В белой кофточке. У меня произошло. Женщин ждут. Во время данного разговора. Сопля. Слышал. Искусали диспетчера. Нужно в трампу. А можете громкую связь включить? Вы участковый? Я участковый. Вы участковый? Пусть сделает приливки от бешенцы. Нет, она сделает. Она бешеная, да? Нет, если она уже укусила. Дамочка, не позорьте себя лучше. А там-то не кусают. Нет, если уже укусили, то все. Сопля, ты поняла? Не сделай от бешенцы, если тебя укусили, что сделают. Я просто не понял, а то их укусили или тебя. Да ты и доктор, посмотрю, никуда, да? Тебя укусили. Нет, доктор я. Я доктор, я врач. О, и тут врачи. Ой, мать. Так сколько зарплаты-то? Сколько зарплаты-то? Ну, сколько, чтобы я знал. Вот, может, приду к вам действительно поработаю. Да не придешь. Почему? Да ты не доедешь на эти деньги. Работают одни патриоты. Ну, сколько? Одним, одна молодая патриота. Одни патриоты. Одни патриоты. А то есть вы работаете и терпите? Патриоты. Вы вообще бастуете, что вам зарплату не бастуете? Нет, я просто люблю работу. То есть вы терпите? Мне деньги не нужны. Я просто так работаю. Мне заняться нечего. Так, где у нас потерпевший? Так, на колени вот перед ним встань, покланяйся. Тут могу коврик тебе подстелить. Вот, короче, все нормально. То есть если, человек считает, если он трудится за гроши, то есть если его труд не ценится, то он ничего с этим делать не будет. Он просто будет херово выполнять свою работу. Что вы можете с этим сделать? Ничего. Ничего. Просто умереть с голоду, наверное, не знаю. Украсть что-нибудь из квартиры, когда какашки. Ну, что еще? Какие выходы еще? Я еще месяца два протяну, неплохо. Ну, возможно, короче. Ну, жильцы вот сейчас очень много таких, неадекватных, конечно. А в чем неадекватность? Которые отставят свои права? Ну, есть. Какие права? Ну, вы прокололите себе? А вы считаете, нормально звонить в колл-центр и вызывать слесаря, чтобы он пришел, посмотрел, что за унитазом кто-то живет? И мы должны на него прийти? А что вы смеете? Вы приходите, тут смешного много. И слесарь обязан сходить, посмотреть, прийти и сказать, да, бабушка, у вас тут куська живет, вы не трожите молочка, оставьте. И все нормально, смешно. Ну, приходите, тут очень веселых моментов много. Не просто так пришли и обрезали. А кто обрезал, неизвестно. Кто обрезал, вы видели? Вообще-то, может, не отсюда вообще. Но у вас же домофон-то, наверное, есть. Кого вы пускайте, кто вам обрезал? Может, с мостоэнергии пришли и ребятишки отрезали? А может, хулиганы? А может, хулиганы? Ну, только не жилищник. А может, соседка, блин? Только не жилищник. Послушайте, это тема. А может, соседка? Только не жилищник. А нам запрещено, вы что? Мы ходим только на заявку. Вы дали заявочку, мы пришли. Вот я просто так к вам. Приходит слесарь? Хоть раз. Пришел слесарь и сказал, да, давайте я посмотрю у вас трупы. Без приглашения мы не приходим. Вы в курсе этот человек приглашал людей, чтобы решили вы проблему в курсе? Нет, я вас спрашиваю, в курсе этого или нет? Да понятия не имею. Я просто проходил мимо, смотрю здесь такое шоу. Мне сказали, якобы человек, он же не оплачивал, так просто не отрезали. Он чек показал, что у него есть. Да блин, я точно пойду, оплачу, приду. Знаешь, доктор на пациентов никогда не обижается. Так что это ваше право. Здорово. А мы тут как раз говорили, я так рад, что он меня не бьет, не убивает. Ольгу, Ольгу искусали. Тут видишь, тут кинокамер. Ольга сидела себе, голову держала, а тут забежали какие-то и кусали ее руки. Ну, видишь, перевязанная один. Вот тебе понятно, или Ольга кусала, или он кусал. Надо вопрос ставить, чтобы ставили это, хоть болотчики перцовые выдавали. Да. А вы начальник этих господ? Павлик. Я Павлик. Ни кем, я житель, дети. Камеру убери. Не хочу. Камеру убери. Отойди от меня. Вот и все. Ты что, дебил что ли? Нет. Я думаю, что это ты дебил. Но если ты не дебил, то езжай. Куда ты не пристегнуты поехал-то? Пристегнись. Куда поехал-то, слышишь? Слышишь, что это было? Что на тебя кидается? Не знаю. Или вот тут все такие работают? Все такие упри, походу. Ай-яй-яй! Больно! Ай-яй-яй! Больно! Вы что, мне по ноге ударили? Я хочу войти. Вы слышали, как вы нас долбит по двери? Вы что, людей-то бьёте? Вы зачем меня ударили? Ай! Ну, это ладно, случайно. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Вы что делаете? Закройте двери. Девушка, у меня умеет. Нет, мы даже его не успели начать. Закройте дверь. Вы понимаете, что у нас начальство... Хорошо задержать, нанесла побои мне. У вас приёмные часы есть сегодня, нет? Мне вызвать начальника УВД? Становители части этой подозреваемой женщины. Оля, вызови наряд второй. Да, да. Потому что нам у чужого вообще никакой помощи не помогают. Полтора часа он просидёт в машине, и никакой нам помощи. Мы сидим у нас побои на руках, мы даже не можем выйти. Если у вас есть часы приёма, почему вы закрываете? У нас нет приёма здесь. Если у вас нет, так скажем, граждане, у нас нет, у нас нет приёма. У нас нет приёма, выгоняйте. У нас тут людей не принимают. У нас не бывает приёма. Где происходит приём ГУБУЖИ, чтобы людей направить? Инженерная группа, 6-19, будьте любезны, туда. 6-19, у вас там непосредственно принимают граждан? Нет, это не у нас там, это у них там. Ну, ГУБУЖИ принимают граждан? У вас приёма населения нет, правильно? Нет. Нет, вообще нет. Молодой человек, вы участковый? Я участковый, я у вас спрашиваю сейчас. У вас приёма населения нет? Вы не знаете о том, что на диспетчерской не бывает приёма населения? Нет, это я не знаю. Я никогда не обращаюсь к диспетчеру. Хорошо, тогда я вам объясняю, что диспетчер сидит, который получает через колл-центр заявки, через колл-центр. И всё. Скажите, пожалуйста, вам сейчас объясняли, что тут приёма нет. Да, теперь задерживайте за побои, эту и вторую. Да. Не эту, не эту. Вот эту. Я не эта и не та. Помолчите, когда я разговариваю с полицейским. Молодой человек, вы знаете, сколько мне лет? Мне по барабану сколько лет? Законы Российской Федерации для всех одинаковы. Нельзя бить людей. Постарайтесь их выгнать как-нибудь. Куда выгнать? Откуда выгнать? Для них законы. Граждане. Сказали, приёма нет. Всё, везите этих двоих в отделение и всё, нам не нужен приём. Я не попрошу. Задерживайте. Зачем опрашивать-то? Вон, на свидетельствование обоих. Ну, поранее. Теперь сейчас при вас это будет. Если тут приёма нет, пожалуйста, отойдите. Хорошо. Если вы хотите сюда попасть, пожалуйста, с начальства. Давайте я вам укажу на лицо, которое нанесло мне побои. На второе. Мы долго с ними будем разговаривать. Вы с нами помните каким-то образом. Пожалуйста, отойдите. Вот вот это лицо. Я вас услышал. Хорошо, я это лицо прошу по поводу нанесения вам побоев. Хорошо. Хорошо? Пожалуйста, отойдите. Мы поедем снимать побои. Что? Что делать? Пожалуйста, отойдите, открыть дверь. Если с тем, что не ведётся приём населения вообще. Смотрите. Это государственное учреждение? Это просто хобби. На счёт к этому мы позвонили и спросили, Вы в управе брали допуск на съёмки здесь? А Вы брали допуск на избиение людей? Я с Вами, вот лично с Вами, в данный момент не разговариваю. Я обращаюсь к молодому человеку. Не хамите, не грубите и фильтруйте базар. Буду. Хамить, грубить и не фильтровать базар. Я Вас спрашиваю, Вы брали допуск? Мне допуск не нужен. Если Вам не нужен допуск, а мне вот нужен документ, на основании чего я могу Вас пустить сюда? Смотрите, как можете сделать. Я к Вам не захожу, я здесь просто стою. Всё. Всё, я стою. Дверь отпустите, это моя собственность, а не Ваша. Я хочу здесь стоять, пока не удостоверюсь в том, что Вас установят Вашу личность. И вон той девушке установят личность. А я не могу Вас, например. И кстати, если на то пошло, журналисты имеют право посещать места, где было совершено преступление. Да, пожалуйста, ознакомьтесь. Да что Вы, в каком смысле восприятия, что Ваша девушка укусила? Вот я могу сюда зайти. И стукнула и хамила? Например. То есть она на Вас напала? Например. Зашла и напала. Она как раз напала. Ладно, у нас всё снова здорово. Не вынесу. У нас всё снова здорово. У нас сейчас по двери долбили, нам оборудование ломают, а мы всё ждём. А чё вы? Так вот чем Вы вообще ослабливаете? Вы зачем мне на ногу наступили, скажите? Не, не надо снимать. Вы на ногу мне зачем наступили? Мне надо на ногу наступать специально. Да? Каблуком своим, да? А где? Здесь. Зафиксировано. Здесь. Да? Здесь. Извините, пожалуйста. И вот здесь. Бог простит. Бог простит, а суд назначит штраф или арест. Чем обуславливаете свои действия, когда видите гражданина? Почему Вы зажимали его дырю? Я гражданина здесь не вижу. Вот, вот гражданин. Единственный момент, он не гражданин, он хам. Который женщине, который ему, женщина, годится в матеря, вы даже не знаете, сколько мне лет. Хорошо, можете его назвать хамом. А вы хамите. Почему Вы по отношению к хаму применяете насилие? Хотя я себе этого не позволяю. Вот к нему я не позволяю себе. Почему по отношению к хаму? К нему я не проявляю насилия. Я же видел, вы с Силы, вы же закрывали дверь. Вторая девушка ему прыгала по ногам. Ну, господи, извините, я вот, да, он здесь растопылился, ничего мне, как мне войти, извините, подвиньтесь. Ну, один раз, а дальше это Вы специально сделали. Второй раз, да. Отойдите, пожалуйста. Второй раз, да. Королева идет. Я так и подумал. Королева чего? Так подожди, давайте это все-таки объясним. Как я Вам успел нахамить, если Вы меня ударили сначала? Сколько, столько, сколько нужно. Молодые люди, у нас помощь какая-то будет, скажите. Ну, нам не дают закрывать. Значит, идите все работать. Ой, я не знаю. Вот они сказали, мы специально будем держать. Посыпется, да. Никто их не выполняет. Только по Вашей причине. Да, только мы виноваты. Вы можете рассказать, смотрите, я, в принципе, Вас задержать долго не собираюсь. Вы можете рассказать просто детали произошедшего? Что здесь произошло до нашего прихода? Можете рассказать? И все. Потому что, ну, у меня же здесь не было, вот, есть слова людей с одной стороны. Я хочу услышать людей. На публику работаете. Слова с другой стороны. Угу. Нет, почему? Ну, а так, если Вы будете замолчивать. А вот я не знаю, почему. Если Вы будете замолчивать. Я Вас звала? Если Вы будете замолчивать. Нет, я Вас звала? Нет. Мне от Вас помощь не нужна. Мы с Саней. Но мне помощь от Вас не нужна. Почему я должна с вами разговаривать? Мы и сами приходим. Получите удовольствие, заснимите. Обиженные дети вниманием. Что еще скажите? Вы зачем меня ударили, вы скажите мне. Я вам как успел нахамить за полсекунды до того, как вылетела ваша рука мне в живот? Скажите мне, как я вам успел нахамить? Могу вежливо с вами поговорить, если хотите? Что? Ну как я вам нахамил, вы скажите? Ну каким образом? Ну что вы, в молчанку играете? Вы меня не вынудите нахамского. Почему? Я у вас нормально спрашиваю, при чем тут хамска? Я подвечет вас не хамка. И нахамского вы меня не вынесете. Я, может быть, даже грубо как-то с вами разговаривал, я прошу прощения. Но, извините, вы меня ударили в живот, и мне было больно на самом деле. А субтитры, пожалуйста. Так. Это непосредственно муниципальное помещение. Я специально отошел, понял, что насчет официальной репортерии, правильно? Да. Правильно. Вы должны для снятия помещения муниципальной собственности в государстве муниципальной непосредственно согласовать и иметь не походу. А кому позвонили? Вы правы, нам сказали, вы правы. Подождите, вы кому позвонили? Кому руководству. Кому конкретно? Ну кто отвечать будет кому? Ну кому, кто ваш руководственный? Путину позвонили? У нас есть дешеверная часть, и вы ответственные, есть вышестоящие руководства. Ну кому, фамилия есть у кого-то, у того, кому позвонили? Ну да, на кого вы ссылаетесь? Если непосредственно у вас не согласовывано, а вы внутрь, нет. Да не собираемся мы внутрь заходить. Вы на что высылаетесь? На что высылаетесь? На что высылаетесь? На какой закон высылаетесь? Я ее не держу. Могу даже себя снять. Я ее не держу. Давайте сначала мы разберемся в деталях произошедшего. Можете при нас установить личность этой граждан? Дверь можно закрыть? Дай чуть-чуть попозже. Я еще постою. Ну еще пару минут, я постою и отойду. Можно я вам откажу? Отойдите, отверю. Можно я вам откажу? Отойдите, отверю еще раз. Можно или нет отказать вам? Здравствуйте. Я же вам там полиция Бакулин, инспектор радиоанда роты в районе Теснички. Все личности данных граждан уже установили ранее. Нет, мы установили это. По заявлению, по заявлению. Есть еще один факт. Уезжающих сюда корреспондентов. Тут был другой случай. Там только что произошло. Вот этого человека зажали вот этой дверью. И ударили. Эти личности еще не установили. Вот одна из этих человек. И это граждан тоже установлено? Уже установлено. Установили? Уже было до этого с корреспондентами, до этого писать заявление. Преграждан прошли внутрь. Хорошо. Все это уже установили. Хорошо. А разрешение-то получили прежде, чем пройти внутрь? Чтобы человек показал, с кем был конфликт, кто кому нанес. Так может, я тоже хочу показать, с кем был конфликт. Молодого человека приглашали мы. Может, еще кого-то. Мы вызвали на помощь. Да, награждане отсюда не уходили. Вы сразу на месте указали лицо, которое... Хорошо. Так на что высылаете, на то, что сюда вообще нельзя заходить? Скажите мне. Я вам объясню. Ну, на какой-то закон или акт высылаете? На что? Это частная собственность, скажите? Жилище или что? Да никто не заходится. Просто в рабочих помещениях. Чем-то не заходите. Цель какая у вас? Муниципальный. Так. Это с чего вы взяли? С чего вы взяли? Вы сослались на своего какого-то руководителя, правильно? В соответствии с статьей 6 федерального закона о полиции, вам запрещено своего особого. Ваши просто слова или слова, переданные кем-то? А кто вам жаловался? Нет, мы хотим действия обжаловать. А кто вам на вас жаловался? Кто вам жаловался? На кого? Что вы должны что-то обжаловать? Нет, смотрите, сотрудник говорит свои слова какие-то. Мы хотим узнать, что из его действий нужно обжаловать. На что он ссылается? Какие действия? Вы просто не разбираетесь его действия, которые он сейчас предпринимает непосредственно к нам. Так что, может вы пойдете, вы не будете тут лакеивать? Зачем? Зачем вам закрывать дверь? Ваши обязанности входят закрывать дверь? Я вам не буду мешать. А может мы туда не пойдем? Ну вот. Ваши полномочия входят закрывать дверь? Зачем? Ваши обязанности входят? Данная гражданка может просить все, что угодно. Я срываюсь. Данная гражданка выяснила. Чтобы сюда хамировать? Пусть отойдет, пусть просит, пусть просит, пусть просит человек, в данном случае стоит тут. Полицейский у нас локеем заделался, походу. Какой конфликт? Где? Якова Фейна, вот этого... Кого? Человек обделённый. У Игоря, значит, то ли сын, то ли я не знаю кто, да? И уже знают фамилии заявителей, то есть заявления только что были написаны, ещё вот участковый вот здесь вот, да, сидит? Он звонил начальству. Я же говорю, короче, это, и вы, если чё, понимаете, все дадите, короче, мне своя, потому что ко мне, в первую очередь, припрутся, короче, вот сто процентов. Кто припрётся, я не понимаю. Кто-нибудь припрётся, либо от их какие-нибудь дебилы, которые меня будут лечить, короче, ты чё делаешь? Ну, угрожать, короче, буду, как всегда. А кто? Почему должны к вам прийти? Ну, одно, что я вот всех вас с развалка, и, типа, ну, чтобы я не начинал... А, типа, это не по их понятиям? Да, да, да. Нормальная тема. А что свет у меня уже второй день не горит, это нормально. Это по понятиям, по их. Это по их понятиям? Да, это по их понятиям. Я просто не понимаю, о ком ты говоришь, кто придёт, работники ЖКУ? Либо работники, либо шавки тех главных... Титушки, либо мусора. Звони, если чё. Ну, я потом сейчас номера Пашка даст. Ну, конечно. Ну, это сейчас, как раз, ставим. Картина уже более-менее вырисовывается просто. Я так понимаю, жена у него там, из-за мы как вас забыли. Жена у него там работает, да? Это Сын. Ну, и что? И они уже знают фамилии заявителей, уже знают. А ваша жена сидит в машине, которую укусили. Она кусается. Поаккуратнее. Вы же этого не видели, правильно? Уже лучше кусаться, чем просто так нападать. И потом, члены семьи у этой женщины, которая агрессивно нападала, сзади, толпой нападали на девочку. Потом они ещё какие-то претензии говорят, что я был неправ, что я зря перешёл на личность. Но нас напали сами. Я, сука, их всех ненавижу, вот серьёзно. Я об этом и так и сказал. Из-за этого, естественно, я не могу. Я не такой человек, да, пойти, если даже мою жену убили, ударили, пойти кого-то бить там, ещё как-то там, по-мужски разбираться. Единственное, что я могу просто обосновать. Это как ты, то есть? То есть как ты? Ни тебя, ни твоего друга я бояться не собираюсь. То есть как ты, он, да? Надо как он, короче, из-под тишка лезть, фоткать, потом выцеплять вот так вот, да. Как мама у него. Скинь, 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 скинь. Это по-мужки, это классно. А всё, что нет, это говно. Нормально, Павлик. Ноди-то всегда дадите, у тебя ещё к ноди этого. Да задолбали. Блин, даран, блин, одевай. А то сдохнете в каком-нибудь ДТП. А броник не одевается. Мы вам платить будем. Хреново одевается. Да пить меня такие серьёзные, бесят прям, аж трясёт. Сначала те бесили, потом эти бесят. Семейка у них такая, по ходу дела. У них так, семья расписана. Ты эти парки снимешь. Кого? Да. Какие парки-то я не сруюсь. Замет. А как ты заметил? Мне на жопу заглядывал? Ты просто разговорами, и всё, ты больше ничего не можешь. А я тебе так и сказал, я больше ничего не могу и не хочу, прикинь. А я прям не могу и не хочу. То есть как ты, что ли? Единственное, что мы можем сделать, я бы надея подбирать. И будете так, не так, как ты. Давай, добряк. Молодец. Ты сам уже понял, мы же тебе разговаривали нормально, что я добряк. Что меня нормально понимают. Приезжай, ты делаешь диалог. Ты же, на тобой никто не разговаривает. Как тебя стори, фашиста. Ты уважения культуры не имеешь, никакой по этой жизни. Ты ничего не имеешь, да? А ты что, и мне сам тыкал, ты уже. Ты всем расскажи, как тебе сливают манте информацию? А откуда он знает, какой-то дорогой? Я тебе поподошу расскажу. А ты откуда знаешь? Плати, по 10, по 5 тысяч платить. А если я не знаю, значит я дуракок, да? А если ты что-то не знаешь? Паша! У него культуры нет! А что ты это взял? У него культуры нет! Это лук! А картошки-то нет такой? Блин! Вот это, кстати, в синей бачке, где-то опер какой-то. Я его где-то уже видал. Итак, ребята, между прочим, шутки-шутками, шутки-шутками, но вот почему все жалуются. Страна, президент плохой, правительство плохое, Медведев. Вот из-за таких кланов семей все плохо. Они вот так вот объединяются, каждый где-то какую-то силу имеет, друг друга кроют, и все делают зло, и ничего, вот увидите, ничего им не будет. Вот именно вот этой семейке ничего не будет. Его жене, маме, кто у них там, ничего не будет. Потому что все прикрыто, уже все Майданы знают все, и год рождения, и фамилию, жены знают, все прекрасно знают. И будут друг друга крыть, и менты их будут крыть, и все. Их зло так и останется безнаказанное, и они будут еще и злорадствовать от этого зла, потому что никто нас, сука, не наказал. И все на местах, вот все такие же люди, в принципе, которые более-менее состоялись, все такие. И так всегда было, было и будет, и так далее. Поэтому из-за них, сука, плохо живем. А из-за других еще, которые просто молчат и ничего не делают. зашел внутрь, правильно? Да, да, да. Пьяных нету? Пишите, парни, парни, пишите. Представляете, пьяных не было. Парни, езжайте в Тамбовскую область, работать некому на земле. Я еду, ухожу на пенсию и еду. Приезжайте, я вас буду ждать там. Будете лемеха отточить. Блин, ребята, я не понимаю, вы не тем занимаетесь, не тем. Парни. А, ну, все замечательно, я это уже понял. Не тем. Плохая штука, бросайтесь. Хорошо? Я понял. Потому что вы говорите одно, они говорят другое. Не, ну, они хотя бы подтвердили, что нас спустили. У вас велась видеокамер, тоже видеосъемка, правильно? Да. С видео-аудио-фиксацией. Следующим можно показать, и может быть, и поставишься. Замечательно. В понедельник, когда вы сможете предоставить? Да, мы предъедем, я думаю, вместе прямо предъедем. Очень хорошо. Со звоночком позвоним, предупредим. Раз уж мы только сегодня написали заявление, вот только недавно, а члены семьи приезжают, знают наши фамилии, наши данные, год рождения. Да я не член семьи, я работаю здесь. Папа, папа сказал, сын, который сказал, что у меня здесь мама, сказал ему папу. Они спалились. А другой человек прямо на камеру сказал, это я и я, ваши личные данные. Да разве это палево, если уже семейные работают в ЖЭКе, ну и что? Он работает, он работает. Уже голова болит. Вы у него были на квартире? Были? Да, мы зафиксировались. Все нормально, все благополучно, все нормально. Мы зафиксировались, да. Все нормально? Ну да. Мама трезвая, все приятно. Мама я не видел. Мама трезвая. Я фиксирую. Мама трезвая. По дороге, по району. Они же не платят. Они ни за что не платят. Это другой вопрос. Почему я должен бесплатно за них работать? Посмотрите, если у нас получился полный репортаж... Почему? Вы потом разрешаетесь, куда вы тогда влазите. За кого вы? Я и говорил, как бы если мы сделали полный репортаж и предоставили вам такую информацию, что они платят, тогда я говорю... Ну, мы даже еще не сделали репортажи! Пав... Мы еще не сделали... Вы его оплатили, если честно говоря. Вы оплатили наверное. Нет, я ничего не оплачивал. Вы заполнили? Нет. Но отключать, не просто так. Да не вопрос, пускай отключили. Воду не отключили, на бутылку сажают тоже непросто, фуалет не отключили. Ну да, в сиреневом. Вот это, да? А, ну да, атлет. Иди, иди вверх. Сиреневая кофта вот эта была большая. Вот именно эта жиробасина напала сзади, душила жену, потом руки выкручивала. Зачем? Давай, по итогу. Я её сам боюсь, блин. Она бы меня наказала, мне кажется. По итогу давай расскажем. Ну что, по итогу всё, взяли заявление у нас у всех приняли. Мы сейчас придём по домам, будем смотреть, что у нас сохранилось. Потому что что-то у Романа есть, что-то у меня есть. Моя камера была у Насти. И когда на неё напали, я камеру эту выхватил, да, потом, у этой вот. Большой страшной женщины. Большой руки. Очень большой женщины. Она была выключена. То есть она, может быть, она просто случайно выключила, может она специально её выключила, я не знаю. Потому что там суматоха была, там много их было и всё такое. Всё, написали заявление, всё пообщались и членами семьи, и всё. И, в принципе, я всё так же останусь дико недоволен и буду обзываться и про себя, и наяву. На этих хулиганов. Всё, сейчас, я думаю, мы всем расходимся, всем расходуем. Я не знаю, кто куда пойдёт. Ещё какие-то вопросы можно сказать? Думаю. На данный момент, на данный момент они обвиняют Романа, что он не плательщик жёсткий. Только непонятно, в чём обвиняют. А потому что в МОСЭнерго ты сам слышал, а что... Да, мы разбирались только по электричеству. В принципе, МОСЭнерго. С ЖЭКом там разбираться... И полицейский сказал, что это другой поставщик услуг и так далее. Ну ладно, даже если всё они взяли под свой контроль, отключать без судебного решения непонятно. Полный бред. И даже если по решению руководства они решили отключить. Но мы пришли как раз узнать, было ли такое решение или нет. Мы как раз сделали репортаж на эту тему. Ответов мы не получили, кроме как побои. Всё. Пока что я отклоняюсь, что человек всё платил, всё нормально. Мне кажется, если бы я не платил, то он бы не был такой жаждущей справедливости. И я жёсткий неплательщик, я говорю. Но я не плачу, потому что мне плохо оказывают услуги. Поэтому меня можно обозвать неплательщиком на огонь. А его не знаю, я пока не могу. Ещё пока не разобрались. Так. Ну всё тогда, наверное. Если всё, то подписывайтесь на канал Борис Иванов. Ставьте лайки, комментарии. Дайте вашу обратную связь. Будем на связи. Да, ребята, обязательно. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал AllRazzNews. И второй канал Павлик. И второй канал. Подписывайтесь. Павлик Ситизен. Правильно? Правильно, правильно. Комменты, лайки. Подписывайтесь, ставьте комменты, лайки. Колокольчик не забывайте. Колокольчик потеребонькайте обязательно. Дело в том, что это ваша обратная связь. И нам, как ведущим этого канала, это важно. Будьте на связи. Пока. И, кстати, и вам всем говорю, подписывайтесь на канал Роман Жук. Вот он. Кто это? Его тоже били, я смотрю. Я не знаю, как он здесь оказался. Это когда-то давным-давно. Он не участвовал. Как он здесь оказался, я не знаю. Но он попросил. Я репортировался. Он попросил человека, по-честному. Подпишитесь, может у него интересно. Если плохо, то пишите говно. Да, пишите. Вы главное подписывайте и пишите. Ну все, давай, как Нагиев теперь. А как? Субтитры сделал DimaTorzok